Привет, друзья, с вами Майми, и я продолжаю играть в Nuclear Throne, и я думаю... Хм, что именно я думаю? Я думаю, я поиграю за Crystal сегодня. Crystal имеет больше жизни, 10 хитпоинтов, в отличие от 8 у остальных персонажей, и имеет такую пассивную обилку, которая позволяет игнорить большую часть урона. Ну, не большую часть урона конкретно, а большую часть типов урона. То есть меня не могут задамажить пули, меня не может задамажить контактный урон, по-моему, но меня могут задамажить мне лишние атаки. Вроде бы так. Не уверен. Там то ли милишные атаки, то ли контактный урон. Я постоянно путаю, что из этого меня может, а что не может задамажить. Но при этом эта хрень, она работает только какое-то ограниченное время, и она включается-выключается какое-то то же время, то есть я не могу постоянно вот так вот. Точнее, я, по-моему, как раз могу постоянно, вот нет. Как раз постоянно вот так вот я не могу. Ну ладно, хрен с ним. В общем, если я ее выключаю, то какое-то время я ее еще не могу включить, Хотя визуально это и не так Но зато теперь мы знаем, что контактный урон она блочит все-таки Потому что из гигантских личинок меня не дамажили Когда я полностью был в этой кристальной форме То есть меня дамажат милишные атаки То есть ассасины всякие и прочая подобная ересь Ну да ладно Также задница позволяет мне телепортироваться этой обилкой Что в какой-то мере делает ее более удобной Но в какой-то мере делает ее хуже То есть ситуационно иногда лучше не иметь телепорта Но в целом, если у меня будет возможность его взять, то я его возьму Поскольку у меня есть лазерный пистолет, то я возьму лазер брейн также Увеличивает урон энергооружия всего в разной мере И немного разными способами, но увеличивает урон энергооружия А также меня огонь, по-моему, тоже не дамажит, когда я в кристальной форме И взрывы, наверное, тоже Не уверен Мне нравятся вот эти вот уровни, где очень много личинок Мне сами личинки не очень нравятся тем, что они достаточно хаотичны Их сложно убивать, не получая урона Но с таких уровней я получаю огромное количество экспы Это очень хорошо Мне не нужно было подбирать этот сундук с оружия Мне это ничего не дало Вау, как он быстро умер Ну, собственно, лазер брейн Лазер брейн делает выстрелы лазерного пистолета толще И они дольше остаются вроде бы на экране И они больше дамажат В случае с молниями они, по-моему, просто больше дамажат В случае с энергооружием ближнего боя Оно может дамажить два раза за удар Плазма просто больше дамажит И лучше пробивает врагов насквозь Три из этих улучшений очень хорошие Страшное лицо повышает мой урон И, пожалуй, я, наверное, его возьму все-таки Но также очень хорошо было бы взять второй желудок Четыре хитпоинта с аптечек восстанавливать И также хорошо было бы взять бэкмасл Больше максимум патронов почти в два раза Но Страшное лицо Замаксит мой урон, в принципе Страшное лицо уменьшает жизнь врагов на 20% Соответственно, мне нужно на 20% меньше урона нанести, чтобы их убить Соответственно, по сути, мой урон выше на 20% Ну, не на 20% Немного по-другому все получается Но суть та же, в общем Мой эффективный урон в отношении вражеской жизни становится больше, насколько это На 25% тогда получается, наверное Не уверен Я не умею считать А здесь Страшное лицо, в принципе, бесполезно мне сейчас С молотком Я бы и так здесь всех с одного убивал Но на следующем уровне молоток останется очень полезным оружием Если у меня есть Страшное лицо Ну, на следующих уровнях Дискомет Я не хочу брать дискомет Он веселый, но им очень легко убить себя Так что я не буду его брать Ну, и у меня и так достаточно хороший набор оружия Болоток хороший И пистолет тоже очень хороший Я убиваю ворон с одного Ассасины опасны Но у меня есть лазерный пистолет, чтобы с ними справляться Также я не убиваю с одного, естественно, саламандра Потому что у них куча жизни Но мне, в общем-то, и не особенно надо их убивать с одного Лазерный пистолет, опять же, против них есть Ассасин успел меня ударить До того, как я в него прицелился и выстрелил Бывает Это был хороший ран У меня было хорошее оружие У меня были очень хорошие перки Но, возможно, этот ран тоже будет хорошим За кристалл очень легко убивать финального босса Ау Потому что, по сути, смысл финального босса Его сложность в основном заключается в том, что там такой Булет-хелл Тысячи выстрелов во все стороны И если я вижу, что в меня что-то попадает То я могу просто включить Свой щит и проигнорить это все Кристалл это, наверное, самый легкий персонаж В плане убийства финального босса Слагер это довольно плохое оружие Но у меня есть длинные руки У меня есть молоток Так что пока что Мне ничего больше не нужно Длинные руки увеличивают дальность миличного оружия Но Оно перестает дамажить вплотную ко мне То есть, если меня, например, касается какая-нибудь там личинка То есть, если, например Ну, хотя Вот так вот я сейчас ударил и не нанес ему урона И сейчас я ударил и не нанес ему урона Сейчас вот я нанес В общем, хитбокс просто переносится от меня дальше Видимо, это будет такой же ран, как предыдущий Так что я Дамажу врагов, которые дальше Но я не дамажу врагов, которые ближе Это в некоторых ситуациях становится проблемой Потому что миличные враги существуют Которые ко мне подбегают в упор и дамажат контактно И я не смогу их убивать Оружием ближнего боя Когда они уже добежали до меня и дамажат меня Я проигнорю этот сундук Если я не подбираю сундук, то есть шанс, что у меня заспавнится большой сундук на следующих уровнях Большой сундук содержит три разных оружия По-моему, я пропустил банку с Экспой Ну, что поделать Больше дропов Ну, собственно Чаще Враги чаще дропают аптечки и патроны Это единственное, на что это влияет Но это полезно Очень полезно А, эта крыса была жива Почему она умерла? У меня нет ничего такого, что ее бы убило При контакте или при получении урона мной Не знаю, ясно У меня маловато энергии, но в принципе здесь Молоток все еще очень даже неплохо работает Он не убивает с одного этих шутганеров Но он их убивает с двух И я их спокойно могу убивать через стены Также молоток, естественно, не убивает с одного Зеленых больших крыс, но Хрен с ними Он убивает с одного зеленых мелких крыс И просто обычных мелких крыс Лазер брейн И куча аптечек За кристалл важнее, чем за остальных персонажей Брать второй желудок Больше жизни с аптечек Потому что у меня больше максимум жизни В принципе Так что, чтобы восстановить полную жизнь Мне нужно больше аптечек в нормальной ситуации Окей Энергия Да почему спаунятся такие сундуки? Ладно, хрен с ним Электропистолет Мне лазерный больше нравится Но почему бы не взять его? Он хороший, но мне лазерный больше нравится Я не знаю, что лучше Лазерный, на мой взгляд, более Как бы Более универсален То есть Он чаще бывает полезен, скажем так Ну и электрические части тоже очень неплохо Он сам наводится Он между врагами перескакивает И вообще он хорош Окей Страшное лицо Меньше жизни у врагов Я не хочу стрелять по боссу Я хочу стрелять по всему Кроме босса Окей Я отражаю пули Так что против босса Это может быть хорошим вариантом Окей Я убил снайпера Это главное Ну в принципе Против этого босса Очень хороший вариант Это оружие ближнего боя просто Также почему-то Он очень быстро умер Но я не против Мне нравится Когда боссы очень быстро умирают Вот он, большой сундук Наконец-то он заспаунился Все-таки Так, откуда снизу пристал? Окей А также Электропистолет Вроде как может Перескакивать между двумя врагами Ну или даже не между врагами В общем он может Много раз попасть По одному и тому же врагу Что Является довольно серьезным плюсом Супер арбалет И В общем здесь все не очень хорошее На мой взгляд Ну не то чтобы не очень хорошее Оно просто Как это сказать Не очень экономично И не очень мне подходит сейчас То есть что здесь Фаерган Ну он неплох конечно Но то что у меня есть лучше В остальном Супер арбалет Тратит 5 болтов на выстрел И при этом Ничего не убивает Ну то есть он убивает Обычно не сильно больше Чем обычный арбалет Так что Я трачу очень много Но убиваю Не сильно больше Так что Перерасход патронов Жуткий Гранатомет который там был Мне просто Нафиг не нужен сейчас А Я все собрал Больше максимум патронов Почти в два раза 99 максимум У Всего кроме пуль И 550 По моему максимум Пуль 555 возможно На этих уровнях Электропистолет очень хорош Потому что можно Особенно не целиться И все равно Убивать чарджеров Арбалет Хорошая вещь Но нет Автоогненный шотган Он очень быстро Ставит патроны И молоток Мне Может быть Больше поможет Но автоогненный шотган Достаточно веселая штука На удивление Сильно лучше Обычного автошотгана Я бы даже сказал Что наверное Автоогненный шотган Он Ну огненный автошотган Он лучше чем Огненная двустволка В то время как Обычный шотган Сильно хуже чем Обычная двустволка Я все собрал На этом уровне Окей Я как-то очень мало Использую свою активную Обилку Но Хрен с ней В принципе Я не очень люблю Эту активную обилку Потому что она Делает меня Не мобильным В некоторых ситуациях Она полезна На финальном боссе Она очень полезна Но Просто так На обычных уровнях Я предпочитаю Просто Больше бегать И меньше стоять на месте Если уж совсем Спам какой-то Начинается То да Но совсем спам Здесь как-то Пока не начинается К счастью Куда делась музыка Она появилась Обратно К чему бы это Не ясно Кристалл Наверное Самый легкий персонаж В игре Потому что У меня больше жизни У меня Лучше защита Телепорт Если взять задницу Так Это уровень с боссом Точно Вот он босс Вот он Труп босса Окей Он меня задамажил касанием Но я успел включить щит Так что он меня не убил Если бы я был Не кристалл То он бы меня Убил Скорее всего этим Потому что Когда он умирает Он начинает лететь Куда-то Дамажит касанием И взрывается Если врежется в стену Поэтому Иммун Ко взрывам Это очень хорошее Улучшение Потому что он Очень непредсказуемо Летит И если Стена где-то рядом Есть То можно Очень быстро Умереть от взрыва Атака чарджеров Считается касанием Или считается Плазменная пушка Или считается Милищной атакой То есть Будет ли от них Защищать Моя кристаллическая форма Я не хочу Это сейчас проверять Но надо будет Когда-нибудь проверить А это мимик Черт Я знал что это мимик Я слышал что это мимик Плазменная пушка Нет пожалуй Стоп Что это лежит? А соут слайдер еще один А соут слайдер Не очень хороший Это слайдер Который стреляет От сечки по 3 Он тратит Миллионы патронов Но при этом он не сильно эффективнее Обычного слайдера Потому что обычный слайдер И так убивает С одного Большинства врагов Так что От сечки по 3 Ему как бы Не особенно нужна Кроме совсем Оштолстых врагов То есть Та же проблема Что и у Супер арбалета Например То есть он тратит Сильно больше патронов Чем нужно тратить Нюк ланчат Пожалуй нет Я им себя убью Очень быстро Если бы у меня Была Энерготвертка Тоже нет Если бы у меня было Улучшение Мутация Позволяющая мне Игнорировать взрывы Бойлинг вейнс Тогда нюк ланчат Наверное является Довольно неплохим оружием Черт я идиот Довольно неплохим оружием Но без этого Я просто себя убью Очень быстро Плюс 4 макс Хитпоинты Это не настолько важно Закрестов Потому что у меня и так Много хитпоинтов Но Остальное все здесь Еще более Бесполезное Дворец Дворец это хорошо И на удивление Удачный спаун Во дворце Обычно Обычно тут спаун Происходит В середине огромного Зала И вокруг Враги Тысячи Врагов Сотни врагов Миллионы врагов Сейчас На удивление Меня заспаунил В каком-то углу Где нет врагов И где все хорошо Я ненавижу Я ненавижу этих парней Даже если их убить Пока они заряжают Этот выстрел Во все стороны Они все равно Им выстреливают Вообще Что я делаю Я кристал Почему они там Такими толпами Спавнятся Также я ненавижу Вот этих вот собачек Потому что они Очень толстые Для своего дамага И своей скорости Почему-то оно не агрится На меня Так что Все наверное хорошо Супер сплинтер Это Такой арбалет Который выстреливает 15 слабых болтов За выстрел С разбросом По-моему 15 Не уверен Насчет точного количества Но по-моему 15 И он Не очень хорош Потому что опять же 15 это слишком много Он хорош против трона Наверное Не знаю Я его ни разу не использовал Против трона Но я предполагаю Что он хорош против трона Он не стал выстреливать Он умер до того Он выстрелил Окей Я не против Это не то чего я ожидал Но я не против Копы на этом уровне Всегда очень массово Спаунятся Потому что тут По какой-то причине Статуя умирает Просто сразу Всегда Я ни разу не видел Живой статуи на этом уровне Так что она сразу И кучу копов спаунит Копы конечно В принципе В дворце Они в любом случае Всегда спаунятся Но не такими толпами Как здесь Как на втором уровне Дворца Да Вот опять же Мертвая статуя Черт Я не успел включить Щит Окей Аптечка Плюс 4 хитпоинта Золотой молоток Но это лучше Чем обычный молоток Я не уверен Чем он отличается Скоростью атаки Возможно И опять все Бесполезно Больше скорость Бега Лазерная пушка Я победил Наверное Лазерная пушка Очень хороша Против трона Ну по крайней мере Это то оружие Которым я впервые Убил трон Так что наверное Она очень хороша Ну Почему он так медленно Запускается Также миличное оружие Очень помогает Против трона Потому что я могу Его выстрелы блокировать У меня есть по сути Все что мне нужно Чтобы победить Не факт что я смогу Это сделать Но я думаю Я смогу это сделать Вот поэтому Миличное оружие Очень круто Потому что я могу Просто эти большие Выстрелы уничтожать В полете И получать с них лут Упс Это не то чем Нужно уничтожать В полете Лазерная пушка Она выстреливает Кучей выстрелов Лазерного пистолета По сути Ну или лазерной винтовки Все лазеры стреляют Одинаковыми выстрелами И при этом она тратит Меньше патронов Чем выстреливает Так что Она очень эффективна В плане расхода патронов Она не очень эффективна В плане своего ДПС Потому что она Медленно заряжается Но выстреливает она Как вы видите Сколько штук Восемь наверное Этих выстрелов Потратит всего три Почему вы не попробуете Ее юзать дальше Тем более там Вторая фаза босса Я хотел В прошлый раз Сходить и посмотреть Что за боссом Скорее всего Там ничего нет Да там просто тупик Я даже не став Применять свою обилку Ну в общем по сути Если в меня летит что-то Я могу просто встать Неуязвимым на время Потому что Это блочит Все выстрелы трона А я забыл про это Ну Щилдерам не помогает Их щит против лазерного оружия По какой-то Неизвестной мне причине Также трон умирает С четырех выстрелов Вторая форма трона С четырех выстрелов Лазерной пушки Это было быстро И легко На удивление Посмотрим Насколько я продержусь Здесь Я не думаю Что долго Лазерная пушка Все-таки Не идеальное оружие Для обычных уровней Это наверное Лучшее оружие Против трона По крайней мере Всего чем я Убивал трон Лазерная пушка Это делает Наиболее эффективно Против обычных врагов Не настолько хорошо Ну хотя Против больших толп Обычных врагов Оно хорошо Так у меня уже Максимальный уровень Если я смогу Получить корону То есть смысл Взять корону Судьбы Которая дает мне Одну мутацию Бесплатно Это добавит Мне одну мутацию К тому Что у меня есть То есть я получу Себе Золотой лазерный пистолет Вместо молотка Почему бы и нет В общем я получу Себе еще одну мутацию И это неплохо Лазерный пистолет Немножко более Хорош Против обычных врагов Золотой гранатомет Я не знаю Чем отличается Золотой лазерный пистолет От незолотого Нет я не смогу Получить корону Здесь по крайней мере По моему Золотой лазерный пистолет Более точный Но это бессмысленно Потому что обычный Идеально точный И без этого О это Это эта хрень Окей Не все Где еще что-то выжило А вороны Если возникает вопрос Где еще что-то выжило Ответ скорее всего Вороны Окей Тут что-то Уже умирает Уровень не успел Начаться А что-то Где-то Уже умирает Не все-таки Лазерная пушка Очень неплохое оружие Если им грамотно Пользоваться Но ситуационное То есть иногда Оно очень плохое Оружие Когда нужно что-то Очень быстро убить Потому что оно Заряжается какое-то время Перед выстрелом Плазмен Плазменная пушка Да Именно Я думаю Что с лазерной пушкой Мои успехи были бы Немножко Более успешными Но я не могу Не взять Плазменную пушку Она слишком веселая Черт Я думал Это моя Плазма Ну ладно Я не буду менять персонажа Потому что Я не меняю персонажа В одном видео Хоть я и прошел игру Я попытаюсь пройти ее еще раз Почему бы и нет Тем более С лазерным пистолетом Со старта Это должно быть Немножко проще Даже Я могу запросто Пропускать в сундуке Больше дропов Лол Я только что сказал Что я могу запросто Пропускать в сундуке Особенно если мне будут Дропаться Молотки из обычных Из гнезд Из всяких И просто из обычных врагов Ну у меня снова молоток Плюс лазерный пистолет Правда До этого у меня был молоток Плюс электропистолет Большую часть рана Но сначала все таки Был молоток Плюс лазерный пистолет Вроде бы Не уверен Я уже забыл Что у меня было У меня была лазерная пушка Это главное Я мог бы без проблем Убить трона И без лазерной пушки Естественно Ну просто лазерная пушка Делает это все Намного проще Она его сильно Быстрее убивает Я пропустил Часть экспы там Лопата Это более хороший вариант Ну Нет То есть я ее возьму И это более хороший вариант Но на следующем уровне Это более плохой вариант Потому что здесь И молоток Всех убивает с одного Но при этом Лопата Она медленнее бьет Так что она хуже Для этого конкретного уровня Она лучше для следующих уровней Потому что у нее куча урона Ну это для следующих уровней Ну в принципе здесь она тоже неплохо Потому что она все-таки убивает все с одного Проблема в том что Иногда нужно убивать Больше чем Одного противника А бьет она сильно Медленнее чем Чем молоток Ну наверное Наверное терпение Потому что все остальное Мне нафиг не нужно Из этого Окей Лопата убивает с двух Саламандра Она будет их убивать с одного Если у меня будет страшное лицо Что у меня хотелось бы получить Я потеряю эту экспу скорее всего Хотя нет Я успел Успел дойти Я не знаю зачем Ну то есть нет Это все равно Более хороший вариант Чем идти на следующий уровень Нормальный Потому что Там по моему Больше экспы будет Там не будет статуи Которая обычно Создает кучу проблем Но не всегда В общем это секретный уровень Если вот эту золотую машину Ударить отверткой То она открывает портал Если ее после этого поюзать Я пожалуй возьму Бойлингвейнс Чтобы не получать урон От взрывчатки И огня Не от взрывчатки Конкретно От взрывов То есть сами ракеты Если они в меня Прямым попаданием Впадают То они мне все равно Наносят урон Потому что у ракет Есть урон От прямого попадания Там много спама Заспаунилась куча Вот этих вот красных шариков Сраные как а демоны Да там их реально куча Заспаунилась Три практически В одном и том же месте Ужас Ну он убил себя Я сейчас тут Ракетчики Самое опасное Что здесь есть Потому что они стреляют Ракетами И ракеты Не уверен У них какой-то большой урон При прямом попадании Или просто убийство Мгновенно Но в любом случае До этого Когда в меня попадали Ракеты Они меня убивали Но у меня не всегда Была полная жизнь Так что Возможно в этом проблема Так что я где пропустил Я где-то врага пропустил Справа снизу Враг Где ты Ага Вот ты враг Ну Игру я уже прошел Теперь можно и веселиться Задница добавляет мне телепорт Телепорт работает только Если я кликаю На те места Куда я могу телепортироваться То есть если я кликаю на стену То нифига Ну телепорт это Это весело Он позволяет мне Очень быстро перемещаться Он позволяет мне Сваливать от всяких ассасинов Он позволяет мне Подбирать всякие предметы Которые я не могу Подбирать нормальными способами Уборачиваться от выстрелов От которых я не могу Увернуться нормальными способами Просто телепортируясь За них например Или куда-нибудь в сторону И прочие веселые вещи Лопата этого босса убивает проще чем Чем и лазерный пистолет Опять же Ближний бой против него Намного более эффективен Хотя бы потому что Я могу просто отражать Все его патроны в него И не уворачиваться от них Но я правда это и так могу делать Потому что у меня есть щит Но щит кончается Через какое-то время У меня нет страшного лица Это проблема То есть я наношу базовый урон Этого по-моему хватает Чтобы убивать вот этих вот мелких тварей Да На жуков хватает Жуки, пауки Кто они там? По-моему они называются Кристальными пауками Не уверен на 100% На большие кристаллы Мне не будет хватать одного удара Мне будет хватать на них Двух ударов По-моему Или все-таки трех Я не помню 40 у них Или 45 жизни Ладно Я конечно отказываюсь От своего Лазерного пистолета Который у меня При каждом респауне Ааа Это был плохой здесь Лазерная винтовка Это тоже веселая вещь Ее Изменили в одном Из предыдущих патчей По-моему не в этом Который последний самый А до этого еще Она теперь Чуть более скорострельная И чуть менее дальнобойная То есть ближе к пистолету По Параметрам Но все-таки Она все равно Менее Менее скорострельная Но более Дальнобойная Чем пистолет Урон такой же Насколько я помню Черт Я так и не проверил Я отпустил Щит Ну ладно Ну это на самом деле Было не очень хорошая рана У меня мутации были Не супер У меня не было Страшного лица Что очень важно Оружие у меня тоже Было не супер Золотой вазерный пистолет Конечно был Но сейчас у меня есть Обычный вазерный пистолет Который Примерно такой же Я уже в одном Из предыдущих видео говорил На мой взгляд Серьезная разница Между золотым И незолотым оружием Есть только у Гранатомета Страшное лицо Меньше жизни у врагов Теперь я убиваю Обычных вот этих вот гопников Одним выстрелом из пистолета Скорпионов по-моему Из четырех Я теперь должен убивать Ну я по нему Вроде бы уже попал Да Сейчас я его убил С трех Но я их определенно Не с трех убиваю В нормальной ситуации Я у него до этого попал Возможно два раза Так что может быть с пяти Нормально я их убиваю С шести выстрелов Арбалет Арбалет плюс лазер Очень эффективное сочетание Не очень интересное Но все-таки Пока что мне ничего Более интересного Не дропнулось Если мне дропнется Что-то более интересное Нет тройной автомат Это не что-то более интересное Тройной автомат Это что-то абсолютно бесполезное В общем я бы взял Сейчас дискомет Например Или Что еще тут Может дропнуть Интересное Я не знаю Даже может ли Что-то тут еще Более интересное Дропнуться В принципе По-моему Мне сейчас придется Взять шотган Потому что Арбалет у меня кончился Ну и шотган Более эффективен В канализации Шотган Очень эффективен В канализации Одно из очень хороших Для этой локации Если не делать так Как я И не забегать В огромную толпу врагов Но я все равно Выжил И почти не получил урона Если бы я был С каким-нибудь Массаутрайфом Или арбалетом Я бы умер от этого А так я все убил И получил Три единицы урона всего Не знаю Не уверен Возможно У меня не хватало Сколько-то Сплинтерган Это что-то интересное Телепорт Ура Сплинтерган Выстреливает Пятью Мелкими болтами Которые Черт В пять раз слабее Чем выстрел арбалета То есть по сути Дамаг как у арбалета Но он разделен Между Между пятью болтами Которые с разбросом летят То есть по сути Это такой арбалет-шотган Также альтернативный скин Который все равно Фиолетовый Когда я становлюсь Ну когда я включаю щит свой В общем Я надеялся Что щит у меня тоже будет Огромным золотым кристаллом Ну сейчас я арбалет беру Просто потому что Блин Арбалет и вазерный пистолет Опять же То же самое комбо Просто потому что Больше ничего нет Ну если мне дают Вазербрейн Когда у меня есть Вазерный пистолет После первого уровня Что мне не брать его теперь? Окей Попган Очень скорострельный Но очень Ну не очень слабый автомат Он слабее обычного Он наносит две единицы урона Обычный автомат Наносит три единицы урона При этом на попган Не работают Не работают Улучшения автомата Ресайкл Гуэнд Которая Позволяет Получать пули обратно Если я не попадаю в кого-то Это потому что Попган стреляет Не пулями А дробью Лопату я не буду брать Она очень эффективная Очень хорошая Но я ее не буду брать Потому что у меня и так Оба моих оружия и так нравятся Попган веселый Не самое эффективное оружие Но веселое и интересно Проблема в том что Патроны очень быстро кончаются И Ресайкл Гуэнд На него не работает Так что таким способом Патрона обратно не получить Гамма-гатс наверное Я наношу урон врагам Когда я их касаюсь Не только тем врагам Которые меня дамажат при касании То есть например крысы Да они меня дамажат при касании И они сами при этом умирают Это хорошо Но например Шотганнеры Или даже обычные бандиты Они меня не дамажат при касании Так что я могу просто к ним подойти Нести им урон И они мне ничего не сделают То есть сделать что-то типа вот этого вот Этот Этот перк понерфили В последнем патче Так что теперь я наношу Меньше урона чем раньше вроде как Но я не знаю сколько он раньше наносил Сколько сейчас Я им почти никогда не пользовался Я им иногда беру Потому что это хороший скилл для безопасности То есть это значит Что меня не убьет Какой-нибудь там чарджер Если у меня полная жизнь Потому что он просто сам умрет Быстрее чем меня убьет И для этого В этом плане этот скилл хорош Но Так я его беру Только если ничего более хорошего нет И также есть еще Острые зубы Которые просто более Хороший вариант этого скилла Ну в том смысле В котором я его использую По крайней мере Потому что Острые зубы Они Когда я получаю урон Наносят такой же Точнее удвоенный урон Полученный мною Всем на экране То есть получается Если у меня какой-то чарджер Врезается и начинает меня дамажить То Умирает не только сам чарджер Но и все на экране Потому что все получают В два раза больше урона Чем я И обычно Этого хватает Чтобы убить врагов До того как Меня убьет чарджер Ну чарджер Паук Кристальный Что угодно Тип врага Здесь особой роли Не играет Смысл в том Что милищные враги Когда они На меня Набегают И начинают меня дамажить Вплотную Они достаточно Сложные в том плане Что от них сложно избавиться И эти два скилла Очень помогают От них избавиться Ассасины читера Окей Ассасины это та ситуация Когда я предпочел бы Какое-нибудь очень скорострельное Но более слабое оружие То есть тот же попган От него они Особенно Не уворачиваются Я случайно сломал статуи И перешел На ее уровень Я не хотел этого делать Собственно у меня есть Тот же попган Так что я не знаю О чем я вообще Говорю Почему я его не использовал Ну хрен с ним В общем Лазерный пистолет Против ассасинов Не идеальный вариант Арбалет Против них вообще Хуже всего Что существует в игре Наверное Но арбалет Против них Очень хорош Если есть Самонаводящиеся болты Естественно Потому что Не нужно Попадать Окей 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 Он меня убьет Как только я Да Нет Не убьет Окей Хорошо Он меня не убьет Как только я перестану Поддерживать щит Снайпер от чего-то умер Я хотел еще побегать По этому уровню И собрать еще что-то возможно Хорошо что я все-таки Не смог туда телепортироваться Иначе я скорее всего умер Окей А Слишком много кристаллов Идите нафиг Что это? Плазменная винтовка Или плазменная пушка? Это что-то плазменное Я уверен Плазменная пушка Но пофиг Винтовка лучше Винтовка Более скорострельная И по-моему У нее быстрее летит плазма Но пушка тоже норм Страшное лицо Меньше жизни у врагов Меньше по ним нужно стрелять Чтобы их убить Окей В общем смысл Как она называется? Вазобрейная у плазмы Когда она попадает в противника Она как бы теряет свой максимальный урон Ну как сказать Она дамажит его на какое-то количество урона в секунду И если противник кончается То она летит дальше Урон в секунду Насколько я знаю Плазма не увеличивается от Вазербрейна Но у нее увеличивается суммарный урон Который она может нанести То есть как бы Она может суммарно допустим Нанести 10 урона Если у противника меньше жизни То она его убивает и летит дальше Если у противника больше жизни То она его не убивает и не летит дальше И соответственно Время которое уйдет на убийство противника Остается тем же с Вазербрейном Но при этом Суммарный урон, который наносит один выстрел, увеличивается По-моему, это так работает Я на 100% не уверен Надо будет почитать подробнее на Вики Уоллинг Вейнс Меня не могут убить Ну, снизить ниже половины жизни взрывы и огонь Клазма на самом деле очень веселая и хорошая штука Но проблема в том, что она очень быстро тратит патроны Потому что она тратит по два на выстрел И она не настолько мощно дамажит при этом, чтобы оправдать эти два патрона на выстрел Также, вроде бы, от возрабления у нее увеличивается размеры шарика То есть он из-за этого лучше убивает Гренедрайфл Это то, чего я не видел из Лол Из нового оружия, которое добавили пару патчей назад В общем, это гранатомет, стреляющий мелкими гранатами по три за залп За залп Неплохо Электропистолет Золотой арбалет И молоток Ну, молоток это вполне себе хорошая вещь Потому что он умеет делать вот так Золотой арбалет, конечно, можно было бы взять Но это последняя рана сегодня А для следующего патча я вряд ли буду играть за За кристалл, так что мне этот Золотой арбалет нафиг не нужен Окей, я свалю отсюда Это был босс Да, он умер с одного Энергомолоток с... даже без страшного лица он с вазербрейном такое может сделать Насколько я знаю Автоарбалет хорошая вещь, но у меня уже есть два хороших оружия Я не знаю вообще, зачем я собираю сундуки Я планирую с этими двумя оружиями оставаться до конца Этого рана Возможно до очень скорого конца этого рана Но, как ни странно, меня здесь ничего не задамажило даже Хотя, опять же, если у меня дропнется, например, лазерный меч То это более хороший вариант, чем молоток Ну, энергомеч, не лазерный Но он вряд ли дропнется Так что... Что поделать Больше дропов, очень важно Без этого на троне сильно меньше падает Патронов с его этих шаров больших Привет, Некромант Пока, Некромант Слева был еще один, я видел Некромант где-то Снизу был еще один, я видел Да, я убил этого носорога Люда с одного По-моему Я должен был убить его с одного Суперфлаг Блин, я, конечно, сказал, что я останусь с этим оружием до конца Но суперфлаг Он выстреливает шар, который выстреливает пять обычных флагов в все стороны Он, правда, тратит десять патронов на выстрел Так что я его сейчас достреляю и возьму обратно свою плазму Ну это очень веселая пушка Проблема в том, что у меня нет патронов Ну и проблема в том, что у меня есть более адекватный вариант Не более веселый, но более адекватный Лазербрейн, я, по-моему, уже говорил Но в любом случае он позволяет Милишному энергооружию дамажить два раза за удар То есть, по сути, удваивает урон Хватит ли со страшным лицом урона молотка, чтобы убивать с одного этих тварей? Нет, не хватит Все еще с двух Печально Нет, хватит все-таки, если именно два раза задамажить Чтобы два раза задамажить, надо как-то по-особому бить Точнее, возможно Может быть, можно три раза даже задамажить Потому что сейчас я вроде бы два раза задамажил, но не убил его Не ясно Насколько тут сломали статую сразу? Не сломали, ура Сломали меня вместо этого Понятно, почему ломается статуя Потому что если на нее прыгает эта собачка Она просто мгновенно ломается В этом, видимо, проблема этого уровня Печаль Я хотел бы активировать статую и получить себе еще одну мутацию Хотя... Стоп, у меня всего семь мутаций Ну, восьмой... А, да, восьмой уровень Все, все правильно Ну, ладно, в общем, это был хороший Это был хороший ран, предыдущий ран был хороший ран И тот ран, в котором я прошел игру, был хороший ран В общем, сплошные хорошие раны сегодня Так что я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Вайми Пока Субтитры сделал DimaTorzok